Что делают русские в Берлине и когда они собираются возвращаться на родину? На эти вопросы мы будем отвечать сегодня. Здравствуйте! В эфире программа «По существу» в студии Ольга Алексеева. Итак, знакомьтесь, наши гости. Виктор Чугаров, автор и режиссер фильма «Движение в Берлине 2». И Ян Шрёдер, гость из Германии и актер фильма. Откуда возникла идея создания фильма «Движение в Берлине 2»? В основном я занимаюсь съемкой фильмов. Этот фильм один из последних пока еще «Движение в Берлине 2» я снимал летом в прошлом году. С 2009 я начал снимать свой первый фильм, это был про Сочи. У меня в планах снять еще один фильм про Сочи, как он выглядит сейчас, сегодня, в 2014, например. Но это в будущем, это один из других фильмов. Сегодня мы говорим о последнем фильме, который снимался. Почему именно в Берлине? Я думаю, Ян имеет какой-то... Потому что я ему принесил. Я виноват. Да, все раскрыл. Да, ну он делал там уже первый фильм, там год назад. И да, сейчас я дал ему хорошую камеру. И он начинает... Мне очень нравится, нужно сказать. Да, ты заметил, что у меня была такая обычная камера, любительская получается. Он сказал... Держи, держи фотоаппарат. Виктор, сколько русских удалось найти? Я знаю, что одна из целей снятия фильма – это найти русских, поговорить с ними, пообщаться и понять, почему они уехали в Берлин и когда собираются вернуться. Сколько русских? Ну, я насчитал около 30 русских. А сколько русских в Берлине живет? Я думаю... Очень много. Миллионы, миллиарды, больше жителей, чем вообще живут в Берлине. Ну, говорят, что-то как 300 тысяч, 500 тысяч, я слышал где-то. Ну, это связано с... Там есть... Когда Германия соединилась в 90-х, там открыли границу для, говоря, русских, немцев, ну, которые здесь раньше жили на Волге, потом перекатались там в Сибири и так дальше. Они... Очень много из них вернулись. И вернулись в то же время много людей, которые имели друзья в Увир, где человек писал, да, человек имеет связи с Германией, хоть нету, и тоже катались туда. Виктор, для чего ты искал русских? Вот расскажи. Для чего искал русских? Ну, в первом фильме, если вы смотрели, я там просто снимал, как живут немцы сами, получается, но я думаю, что у меня там русских не было, кроме Яна. Я русский? Малки, я русский уже, да. Ты хотел сравнить разницу, как живут немцы и как живут русские. Ну, первый фильм мне помог найти этих русских, которых я уже снял во втором фильме. Просто я, когда снимал первый фильм, я рассчитывал, что его посмотрят сами русские жители в Германии, в Берлине в частности. Посмотрели? Посмотрели, и когда уже я поехал за второй частью, я уже выложил информацию, что я вот снимаю здесь фильм, продолжение движения в Берлине 2, и русские уже сами вышли на меня. Все хотели попасть на кадры и прыгали в фильме. Фильм, да. И предложили уже свои версии, сценарии или что можно снять, кого показать. А я в этом просто помог. И те 30 человек, с которыми тебе удалось познакомиться, встретиться, собираются вернуться на родину? Что ты выяснил? Нравится ли им город? Не собираются вернуться на родину? Ну, да, да. Я спрашивал, нравится ли им город, что в частности делает русский человек в Берлине, и собирается ли возвращаться на родину? Вы узнаете об этом, посмотрев фильм, который будет... Хорошо, секреты не раскрываем. Ян, вопрос тогда к вам. Я знаю, что сыграли роль определенно в этом фильме. Скажите, что за роль? Ну, как он взял интервью от нескольких людей, которые он там встретил, он тоже взял интервью от меня. Я как раз был в даче, я там новую дачу мне купил, сажал картошки, и да, он мне снимал. То есть у вас на даче есть картошка? Да, был. Но нужно сказать, я хотел успевать еще до отъезда, сейчас чуваши сажать. На большой у вас участок, у нас даже, по-моему, уже здесь чуваши отказываются, многие отдыхают больше на дачах, а вы сажайте картошку. Да, но нужно сказать, в этом год мы успели сажать, и... Не успели. Да, слишком много работы, но когда я буду вернуться, буду сразу, самый первый, раньше, чем приветствовать мама, папа, будет сажать картошки. Как вы считаете, вам нужны такие фильмы вообще? Для меня нужен такой фильм, потому что я не люблю Берлин, мне очень не нравится Берлин. Ну, я живу там, у меня там есть дела, ну, есть родители, мне нужно заниматься родителем, они обе болеют. Почему не нравится Берлин? И город сам, не знаю, какой-то плохой атмосфера, на мое мнение, там всегда есть, и так хорошо чувствую меня. Но когда я, после того, что я видел фильм, я видел, ооо, такой красивый город Берлин! Я был очень удивлен, и думал, мне нужно поехать туда. И подумал, а я же здесь живу, никуда не надо поехать. И, да, я сейчас попробую после этого фильма видеть Берлин с другими глазами. Спасибо, Виктор, за фильм! Пожалуйста, обращайся! А в Чебоксарах, вот в сравнении с Берлином, как вам нравится? В Чебоксарах, ооо, пиды лаях! Да, да, мне очень нравится Чебоксар. А чем отличаются вот кардинально Чебоксары от Берлина? Есть такое главное отличие? Здесь есть, начинаем, ленинские статуи в Берлине тоже были, но убрали. Да, очень хватает Ленин. Расскажи, а фильм будет показывать в Германии, который ты снес? Ну, люди, которые в этом фильме есть, они уже предлагают мне, чтобы он транслировался на центральных каналах Германии. Пока, я думаю, пока будет здесь. Но в будущем, может быть, и германское телевидение, немецкое, заинтересуются в этих фильмах. Как для русскоязычных людей, я думаю, это будет хороший вариант. А как-то открываем телеканал и сразу покажут этот фильм. Да. Скажи, а что тебе больше всего запомнилось вот в этом фильме? Вот тебе как автор, режиссер, вот что самое... Запомнилось? Да. Самый яркий такой момент из фильма. Вот немножечко нам расскажи, чтобы зрителям было еще интереснее дождаться момента и посмотреть этот фильм. В фильме есть, как, что нужно делать русскому человеку, чтобы чувствовать комфортно в Германии, в частности в Берлине. Там об этом как раз... Инструкция по применению. Ну да, там как раз есть человек, который российский немец, и у него берет интервью журналистка, получается, уже. Она тоже журналистка Елена, которая переехала в Берлин жить из России. Она его спрашивает. То есть у нее было свои вопросы в течение фильма про, что нужно делать русскому человеку в Берлине. Чем можно заняться, куда сходить, как развлечься, да? Как развлечься, я думаю, нет. Скорее всего, это первонасущенная проблема, что... Где поспать, где поесть. Кто я здесь, что я должен делать. Прыгать. Да. Ну, в первую очередь, конечно, нужно учить язык. Как у тебя с языком за столько времени? Сколько ты там уже... Hast ты Deutsch gelernt? Да, я учил Deutsch. О, супер. Ты для меня устроил глуптическую школу. А, окей. Хорошо. И спасибо. Я думал, что ты сейчас скажешь несколько шумов, что ты говоришь. Я бы не понял, что ты сказал. Окей, мы поговорим на русском. Судя по тому, как вы общаетесь, я вижу, что с немецким у тебя все хорошо. А что вы сказали? Можно узнать? Он спросил, что... Как у тебя с немецким? Я говорю ему спасибо, что он мне нашел школу, народную школу в Берлине, которая помогла мне начать понимать немецкую речь. Там хорошо, что не было русских, во-первых, потому что приходилось просто общаться либо с жестами, ну, что-то нужно объяснить просто. Виктор у нас знает немецкий язык, Ян у нас знает чувашский язык. Чёп, да? Он знает... А, ладно. Что он еще знает, расскажи. Все тайны мира знаю. Все знаю. Виктор и Ян, спасибо вам за беседу. Приходите к нам еще. Вам спасибо. Будем. Завтра? Завтра нормально будет? Замечательно. Хорошо. Ну, и, конечно же, смотрите фильм «Движение в Берлине 2». Да, с вами я тоже прощаюсь. Конечно же, ждите в эфире национального телевидения «Движение в Берлине 2». Я думаю, что в скором будущем вы увидите этот фильм. До новых встреч в эфире.